Французы больше не верят в демократию, равенство и в своего президента. Все чаще говоря о наступившей в стране диктатуре полиции и богачей. Тему продолжим с гостем. На прямой связи со студией представитель общины Западного Азербайджана во Франции, член Совета правления Конгресса Азербайджанцев Европы, юрист и политолог Заур Садык-Байли. Заур Бай, добрый вечер. Добрый вечер. А также на прямой связи Сергей Шейн, академический директор Аспиранской школы по международным отношениям НИУ Высшей школы экономики. Заур Малин вопрос к вам. Ситуация во Франции усугубляется с каждым днем все больше. И полицейские беспределы и последующие за этим протесты. Что же сейчас происходит в стране и что стоит в корне происходящего? Ну, скажу объективно, да, опять-таки не будем утрировать. Во-первых, есть проблемы юридические, очень серьезные с полицией, с применением оружия. Это называется «admifidam tom perein» на французском. Это, значит, сопротивление властям, да, неподчинение приказу полицейского. В прошлом году поменяли закон. До этого специальная полиция, полиция очень жестко за этим стрелем следила, и каждый выстрел проверялся. И очень часто остранялись от должности, да, вот эти полицейские боялись. После смены этого закона в этом году уже 13 раз применено оружие. И, значит, если я не ошибаюсь, шесть таких случаев было, шесть жертв. Уже есть, это шестая, по-моему, если не ошибаюсь, жертва. В этот раз, конечно, проблема в том, что погиб вот этот 17-летний подросток. Там очень много вопросов. Но проблема в этом, проблема в, значит, применении вот этого оружия и в том, что очень много вопросов сейчас по образованию этих полицейских, по их подготовке. То есть очень много сейчас будет вопросов задаваться, как это готовится. Фактически получилось, что полицейский оказался не готов, применил оружие, значит, произошел вот этот несчастный случай, как его называют, бавер на французском, то есть инцидент. И самое главное, нет, самое главное, это второй раз уже происходит. Полицейские пытались обмануть власти, да, и прокуратуру, сказав, что, значит, машина хотела на них наехать. И в таких случаях, знаете, сразу возникает адвокат пострадавшего этой семьи, да, мать, со стороны матери, которая выступала по телевизору. И он сказал, что камеры зафиксировали, что машина уезжала в другую сторону. И сейчас очень много вопросов, потому что, если помните, значит, несколько лет назад был этот случай в Париже, когда полицейские пытались обвинить, значит, режиссера в том, что он хотел выхватить у них оружие и выстрелить в них, что выяснилось, что это неправда, потому что другие люди снимали с камеры. Хочу обратить внимание, как юрист, что это очень важно, потому что на каждое показание полицейского вы должны найти во Франции двух свидетелей, чтобы опровергнуть. И это очень тяжело сделать. Поэтому, когда у вас экипаж из трех машин и там шесть голосов, вы должны собрать семь человек, которые, семь свидетелей, которые это опровергнуты. И поэтому это очень, ну, я просто на примере вот того журналиста, да, режиссера, хочу сказать, что если бы, значит, вот эти телефоны не зафиксировали, вот это в съемке, то его бы отправили в тюрьму, как попытка, значит, вооруженного сопротивления властям. И вот сегодня тоже происходит очень много. Надо быть объективным, конечно, очень много вопросов. Я, честно, сам не понимаю, каким образом 17-летний подросток имел права и сидел за рулем машины, потому что это недопустимо. Есть специальное положение, по которым он может водить машину только в присутствии человека, у которого уже есть права. Это называется такие пробные права. И вообще вот откуда у него машина и так далее. Вообще говорят, что он сам уже был знаком с полицией, имел какие-то связи, приводы, как это называется. Но это все будет сейчас выясняться, это будет длиться годами экспертизы, значит, будет проверяться санкционированность применения легитимной защиты и так далее. Но вот на сегодняшний день, пока мы имеем это, и параллель с 2005 годом, Франция опять вспыхнула. Напомню, что в 2005 году эпоху Саркози было то же самое. Два подростка убегали от полиции, зашли в трансформатор, там сгорели заживо и оттока. И после этого Франция, значит, полтора месяца было в виде ночи излучайного положения, была вот такая же ситуация. Корни очень глубокие, конечно, мы об этом с вами поговорим. Это социальные корни, политика города, как говорится, это все сейчас будет рассматриваться, нужно в корне все это менять. Потому что за вот эти 26 лет, что я живу во Франции, в этом отношении ничего не изменилось. Хотя есть дипломы, есть мастер, можно поучить по специальности политика города. То есть это все изучается, но результатов пока вот таких нет, мне власти не могут найти решение. Проблема, конечно, если глобально, в профилактике и в финансировании социальных программ. Благодарю за ответ. Господин Шейн, вопрос вам. Это уже, возражаясь к главной теме, это уже не первый раз, когда народ требует отставки нынешнего президента Макрона, который явно игнорирует эти требования. Если сами французы видят в этом решение, то чего ждет Макрон? Добрый день. Я думаю, что Макрон достаточно стрессоустойчив в том, что касается реакции на общественные протесты. И общественные протесты за время его правления были достаточно разными и были вызваны достаточно разными событиями. Поэтому я думаю, что французская власть сегодня достаточно прагматична и без алармизма смотрит на происходящее, потому что все-таки это не первый эпизод в истории правления Макрона, когда народ выходит на улицы, когда выходят различные социальные слои, которые недовольны либо социальной политикой Макрона, либо общим курсом социально-экономическим, либо отдельными его элементами. Поэтому я думаю, что здесь власть смотрит на то, во что выльются эти протесты и какие политические силы смогут или не смогут этим протестом использовать в своих интересах. Вопрос вам. Спасибо. Благодарю вас, господин Шейн. Вопрос к вам. Макрон терпит неудачи как во внутренней, так и во внешней политике, из-за чего падает рейтинг не только самого Эммануэля Макрона, но и самой Франции в мире. К чему в итоге приведет такая политика, если он не погинет в президентское кресло, и есть ли вообще иной выход в сложившейся ситуации? Вы знаете, давайте проведем вот такие параллели. Во-первых, поддержим то, что сказал коллега, но скажу одну вещь. В Конституции Пятой Республики, в устройстве Пятой Республики, сегодня как бы Макрон более-менее защищен, потому что у него мандат. Значит, следующий выбор я посмотрел, в следующем году будут сенаторские, потом будут европейские выборы тоже через год. То есть, поэтому, в принципе, пока власти как бы ничего не угрожает. Другой вопрос, это называется политика количества, то есть, помните, как генерал Деголь, да, через год после событий 68-го года ушел в отставку, потому что у него просто не проголосовали, он ушел. Конечно, Деголь был другого типа политика, у него был принцип, если за меня не голосуют, я ухожу в отставку. Но когда миллион человек собралось на элитейских полях, да, помните, в событии 68-го года, то это дестабилизировало власть. Сегодня вот власть может дестабилизировать точно только это. Поэтому вот если вот объективно говорить, пока ему ничего не угрожает, скорее всего, будут пытаться опять оппозицию свалить эту бедную Элизабет Борну каждый раз вот умом недоверия в парламенте, но, как вы понимаете, у них не хватает голосов. Последний раз им не хватило не так много, правда, 10 или там 15, но это тоже много, поверьте мне, это трудно, значит, пойти этот порог, чтобы обратить правительство. Теперь вопрос, которого говорить, знаете, давайте объективно. Вот в моем понимании, если мы смотрим, да, и все-таки я все-таки пытаюсь объективно на это смотреть, конечно, очень много ошибок сделал Макрон, много ошибок сделано во внутренней политике, но и во внешней тоже. Я, конечно, нас интересует внешняя политика. Вот смотрите, последний инцидент, да, между Францией и Азербайджаном. Вот сейчас вот очень сильно обсуждается, у нас подхватили это медиа, но мы, как диаспора во Франции тоже это выясняем. Что мы выяснили? Мы выяснили, что два армянских проходимца, Папазян и Варжавидян, просто поймали, значит, Марселя Макрона на совсем другом мероприятии, сделали пару фото, пару селфи и выставили вот эти, значит, фейковые новости о том, что якобы Макрон сказал, что он поддерживает там Арцах и оказывает давление на президента. Все это неправда, но дело в том, что Макрон, значит, дипломатический советник Макрона, пресс-служба президента, себя поставили в такое идиотское положение, что опровергнуть это они не могут. Поэтому сегодня этот тейк как бы остался, опубликован, кстати, на сайте СССР, на английском и на других языках, не на французском. А, значит, французский посол к возрабатыванию получил привод вызов в МИД и, значит, вручение там ноты протеста и так далее. То есть что это означает? Это означает, что в такой фундаментальной стране, как Франция, 600 тысяч, значит, армян и активных 10%, 60 тысяч, они взяли в заложники весь истаблишмент, всю французскую, значит, систему, в том числе и президент, и могут себе позволять такие вещи. Вы знаете, вот коллега меня, наверное, поддерживает. Когда мы занимаемся политиком, занимаемся какими-то вопросами, у нас бывают такие-то разговоры, у меня тоже были, значит, с каким-то политиком, может быть, с президентом, но это называется иногда оп. Вас предупреждают, что то, что вот вам сейчас говорят, вы не можете это публиковать. Это называется диантология, этика политическая и так далее, да. И вот смотрите, вот каким, значит, алчным и низким нужно вышли. Два армянских проходимца, значит, поймали, заманили президента в ловушку, сделали пару селфи и выставили вот такую информацию. Сегодня у нас вот молчание знак согласия. Он не может это не опровернуть и не может это подтвердить. Почему? Потому что в обоих случаях это плохо. Но, тем не менее, это показывает, вот, и вот, поверьте мне, все во внешней политике Франции, я говорю сегодня по отношению к Азербайджану, но по отношению к другим странам то же самое. Вот почему проблема в Мали, вот почему проблема в Африке, вот почему попросили французов оттуда уйти и так далее. Потому что все вот делается, не хочу быть, значит, на это, но все понимают, да, вот это знаменитое русское выражение, все делается неправильно. И вот внутренняя политика, тоже у нас есть вот эти проблемы. Я опять-таки хочу вернуться, политика города, да. Что это такое? Это сегодня вот на всех каналах идут дебаты и обсуждают. Министр говорит, что мы увеличили количество полицейских и увеличили количество камер, а ассоциации вам отвечают, что вы сократили количество, значит, ассоциаций, финансирования, и вы не делаете профилактику. Почему? Я напомню, что в эпоху Саркузи, до Саркузи, во Франции была такая политика, называлась полиция близости, да. Это была специальная полиция, которая ходила в эти гетто, как их называют, где осталось это население, которое после 30-ти золотых лет осталось без денег, без работы. Сейчас там наркотики, криминогенная ситуация, как в Марселе, как в больших вот этих агломерациях, вот этих, да, панельных домах, как в советских микрорайонах, вот этих. И, значит, вот эта полиция ходила, играла с ними в футбол, помогала устроиться на работу, потому что есть дискриминация, и решала какие-то вопросы. Эту полицию отменили, никогда не восстановили. Значит, финансирование уменьшили всех этих ассоциаций. И сегодня, опять-таки, вот возникает вопрос, почему Франция горит? В моем глубоком понимании, потому что я изучаю политику во Франции, конечно, все идет от социализации детей. Когда вы не можете интегрировать людей в свое общество, когда вы не можете это все привить, значит, с детского сада, со школы, всем этим гражданам, чтобы цивильно выражать свое недовольство, делать петиции, требовать отставки, значит, да, министра там или там этого начальника полиции, значит, делать, создавать политические партии, наконец-то, ассоциации, да, группы давления, а вы жрете машины, и у вас есть проблемы с этими блок-блоками, которые просто, представляете, 6500 человек пришли на манифестацию, на белый марш по призыву матери этого подростка, 10-20% тысячи человек оказались вот эти бандиты, которые пришли только, чтобы разграбить, пограбить магазины, пожечь машины и так далее, и с ними государство не может справиться. Поэтому, конечно, вот минувшую ночь, кстати, я отметил, 421 задержанных, и сейчас будет с этим работать тоже. Но, опять-таки, проблема в корне не решена, и это уже длится очень много лет. Поэтому, конечно, будут дебаты в парламенте, будет создана парламентская комиссия, но фундаментальный вопрос в том, что есть принцип социального смешанности населения, он не выполняется, особенно в таких богатых, значит, как административных единицах, потому что они не хотят строить социальное жилье, и население смешать у них не получается, и работу в этих гетто они не могут принести, и, значит, демонтировать вот эти сети наркотические они тоже не могут. Явный пример это Марсель. Марсель, конечно, если помните, в прошлом году сенатор одна предлагала ввести туда войска, потому что там на самом деле есть вот эта большая проблема с наркотиками, с бандами, которые вооружены, которые бывают друг с другом, и с которыми среди белого дня никто ничего не может сделать. Поэтому это такая фундаментальная проблема, которую нужно будет решать. Сегодня, конечно, мы констатируем и имеем то, что мы имеем. Благодарю вас за ваш ответ. Заур, я знаю, что у вас еще следующий эфир. Напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был юрист и политолог Заур Садык Байли. А у меня вопрос к господину Шейну. Господин Шейн, по вашему мнению, насколько вероятны возникновения такого рода ситуаций в других странах Европы? Есть ли такие предпосылки в целом? Ну, вы знаете, мы уже видели, как протесты через своего рода эффект домино распространяются по Европе еще в этом году. И в том году это было связано как раз таки с ухудшающейся социально-экономической ситуацией, с ростом инфляции и зарплат, которые не поспевали за ростом цен. Но здесь, наверное, системные проблемы с точки зрения интеграции молодежи, с точки зрения интеграции поколений мигрантов второго и третьего уровня. Здесь они, наверное, актуальны не только для французов. И, в принципе, весь европейский эстеблишмент признает, что политика мультикультурализма провалилась, но при этом он не выдвигает каких-то масштабных стратегических альтернатив, которые могли бы стать вот такой идейной основой для новой политики адаптации иммигрантов и, соответственно, скажем так, нефранцузских элементов в французском обществе. Поэтому я думаю, что вероятность вполне высока. Но вопрос еще в том, какие политические силы могут оседлать этот протест в различных странах. И как раз такие шансы на то, что эта ситуация повторится в другой стране и что она будет обречена на успех гораздо выше. Если есть политические силы такого, ну, скорее радикального характера, которые готовы для этого протеста предоставить свои структуры, свою инфраструктуру, своих, соответственно, все свои наработки, так скажем. Наверное, так. Благодарю вас за ваш ответ, господин Шейн. Напоминаю нашим зрителям, что ситуацию во Франции мы обсудили с академическим директором аспирантской школы по международным отношениям НИИУ-ВШЕ Сергеем Шейном. Продолжение следует...